Куклы, зверята, рыбки, трогательные, самодельные игрушки. Делали их воспитанники Центра детского творчества. Все вырученные деньги пойдут на благотворительность. Открытие развивающего кружка в школе-интернате для слабослышащих детей. Ну, они как с радостью делали. Хотели, чтобы все поделки раскупили. Игрушки пользовались спросом. Ярмарку поддержали мастера города и детские образовательные учреждения. У импровизированных прилавков было не протолкнуться. Вообще люди ходят, смотрят, покупают. Некоторые просто кладут деньги, ничего при этом не покупая. То есть нижнекамство очень долгое. Такие ярмарки – это открытые сердца для наших особенных детей, особенных людей. Поэтому вот такие ярмарки говорят о том, что человек все-таки любит, человек умеет ценить, человек умеет отдавать. Инициаторами стали Общероссийское общественное движение «Народный фронт за Россию» и благотворительный фонд «Лига добрых дел». Прошедшая ярмарка – это только начало работы. Для того, чтобы собрать необходимую сумму, будет проведено еще много мероприятий. А мы еще будем собирать макулатуру. Сейчас объявлена акция в городе Нижнекамске «Собери макулатуру, помоги детям». Также будут те средства, которые будут выручены от сбора макулатуры, также будут направлены на реализацию этого проекта. В дальнейшем мы будем планировать такие же проводить акции, сбор макулатуры и различные ярмарки. Поддержали благотворительное мероприятие нижнекамские артисты. После ярмарки всех пришедших ждал большой концерт. Вырученные от него средства также пошли в копилку сбора на открытие кружка для слабослышащих деток. Вот это такое мнение ошибочное, что благотворительности как таковой нет. На самом деле она есть. И вот даже вот такие фестивали, такие вот праздники позволяют раскрыть сущность вот этой благотворительности. Альбина Валеева, Анастасия Шакирова, Фахри Исламов. Новости НТР.